Главой государства 23 января текущего года дано поручение о принятии мер по усовершенствованию систем управления рисками, используемых контролирующими органами, в целях оптимизации и снижения количества проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 21 июня на заседании Единого координационного совета Министерство презентовало предложение по дальнейшему усовершенствованию контрольно-надзорной деятельности государственных органов, в том числе управления рисками. Данные предложения в целом были поддержаны, все замечания и предложения членов координационного совета приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. Анализ статистических данных Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры показывает снижение общего количества проверок, однако вызывает обеспокоенность увеличение количества плановых проверок, которые несут наибольшую нагрузку на бизнес. Несмотря на проводимую реформу контрольно-надзорной деятельности, в настоящее время остаются нерешенными ряд проблем, которые можно разделить на две части. К общим можно отнести, первое, отсутствие оценки эффективности контрольной деятельности госорганов и, второе, несоблюдение контролирующими органами требований закона о государственном контроле и надзоре Республики Казахстан. К проблемам по отдельным блокам относятся, первое, недостаточная реализация систем управления рисками в контролирующих государственных органах, второе, нерегламентированность иных форм контроля и внеплановых проверок, третье, наличие большого количества дублирующих, устаревших, неисполнимых требований, которые обязательны для исполнения субъектами частного предпринимательства. Для решения этих проблем предлагается внести изменения в закон о государственном контроле и надзоре Республики Казахстан, в частности, необходимости, первое, полного охвата плановыми проверками субъектов высокой степени риска, второе, планирование субъектов средней степени риска по остаточному принципу в случае стопроцентного охвата субъектов высокой степени риска, третье, не проведение плановых проверок в отношении субъектов в незначительной степени риска, четвертое, реализация принципа минимальной достаточности при включении требований в проверочный лист. Также в целях исполнения поручения главы государства разработаны следующие рекомендации. Первое, внедрение механизмов оценки эффективности контрольной деятельности государственных органов, в том числе утверждение новой формы ведомственной отчетности. Второе, для исключения коррупционных проявлений, сокращения расходов государственного бюджета, снижения нагрузки на бизнес и повышения эффективности контрольной деятельности, предлагается автоматизировать систему управления рисками. Третье, совершенствование внеплановых проверок и иных форм контроля, в частности, предлагается оптимизировать основания внеплановых проверок, внедрить учет внеплановых проверок и иных форм контроля, в том числе в разрезе оснований, регламентировать порядок проведения иных форм контроля в отраслевых законах. В целом, исполнение поручения главы государства предлагается осуществить в рамках разрабатываемой концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года, которая будет внесена в правительство в августе текущего года. На основании изложенного просим поддержать данные подходы. Спасибо за внимание.